Приветствую вас на канале потоки вселенной с вами Анна, благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за помощь и поддержку этого канала, огромная вам благодарность. Сейчас сделаем вашу сигнификацию, вы посмотрите есть ли резонанс, если есть резонанс, то есть вы свою ситуацию какую-то узнаете, то и по этой ситуации мы посмотрим, что и как видят высшие силы, какой совет дадут, какое будущее, да, у нас будущее многовариантно, ну вот посмотрим, что скажут. Итак, ваша сигнификация, недостаток информации, которую вы постоянно ищете, переживаете о чем-то дорогое вашему сердцу, это может быть какой-то проект, который вы начали, стремление куда-то, или же любимые люди, за которых вы переживаете, и ищете информацию, что же с этим делать, ну о чем можете переживать, да, можно, ну здесь кубковая королева, она заботится и переживает о чем-то, о своем всегда, да, вот проект какой-то, я уж не знаю, купили, может быть, что-то и выплачиваете, вложили деньги в творческий проект, я не знаю, ремонт дома, переживаете, ребенка родили, переживаете, переживаете, создаете семью, переживаете, то есть вот переживательная просто такая позиция, она о своих проектах, о своих детях переживает обычно, а то, что дорогое ее сердцу. Здесь просто показывают, что ваши переживания никто не видит. Очень интересно мне показали вас карты, то есть внутри у вас огромное количество эмоций, но вы носите маску, прямо я спрошу, что за маска, показывают Дева, Дева это логика, это Меркурий, да, вот, то есть это очень много информации, то есть вас видят спокойным человеком, очень умным, планирующим, ненервным, недерганным каким-то, да, а вот внутри творится тихий ужас, я бы так сказала. А сверху такая маска, мудреца, такого умного человека. Вы переживаете о том, что что-то не получится, что какие-то третьи лица извне могут повлиять на ваш проект, я бы так сказала, но уж куда вы вкладываетесь душой, я не знаю, да, Дева может вкладываться в свое здоровье, в здоровье своих близких, в перспективные какие-то вложения денежные, да, то есть, допустим, покупка недвижимости, ремонт, что-то еще такое, да, вот такое по полочкам все разложить, чтобы всегда для всех, и здесь треугольник, да, третьи лица, допустим, это влияние извне на то, что вы не можете повлиять, вот здесь вот прямо карты показывают, есть моменты, на которые вы не в состоянии сейчас повлиять, и это может негативное влияние оказать, из этого переживаете, просто, просто переживание. Хотя, логически, вы уже все расчеты сделали, но мы же не можем, да, вот на непредсказуемость каких-то факторов влиять, да, вот, например, коронавирус, сначала все работу потеряли, все дома стали сидеть, то есть, вот какое-то что-то такое непредсказуемое, или непредсказуемые действия третьих лиц, других людей, потому что, говорите, я-то все продумала, а вот как будут, допустим, компаньоны вести, или люди, которые на меня работают, или там специалистов я наняла, или в семье, да, допустим, я замуж собираюсь, я спокойно, но внутри очень сильно переживаю, но я не знаю, как другой-то человек будет себя вести, да, он вроде меня любит, и я его люблю, ну, как уж там развернется, тут просто вот такие переживания мне показывают, девочки, на сегодня, как еще вас покажут? Ну, императрица, девочки, я бы сказала вам, не о чем переживать, хотя вас видят как раз императрицы все, они и думают, что вы не переживаете большинство людей, детей ваших, те, с кем вы работаете, они не видят ваших переживаний внутренних, они видят вас очень ресурсным человеком, что вы все равно все решите, все сделаете, ну, и это реально так, мы смотрим на вас, и ваша сигнификация – это императрица, просто вот здесь вот девушка, женщина, она своему ребенку заклеивает коленку, да, я же говорю, и кубковая королева, она же за других все время переживает, да, вот у вас какой-то бизнес-проект, может быть, дело какое-то, да, и, ну, оно где-то коленку сбило, да, может быть, доход где-то упал, приходится в кредиты лезть или еще что-то, да, вот, как где-то разбило, где-то болевая ситуация есть, но вы все это приклеиваете, заклеиваете, решаете эти проблемы, у кого-то с ребенком, правда, что-то, может быть, у ребенка случилось, и вы заклеиваете какую-то проблемку, но при этом вы, в общем, переживаете, я не знаю, мне высшие силы вас показывают очень ресурсным человеком, но при этом очень сильно переживательным, что это вам дает, ну, наверное, ну, наверное, не знаю, давайте спросим, что это вам дает, более четкое планирование, вы еще более четко изучаете мир, который может вдруг неожиданно на вас повлиять, и закладываете подушку безопасности, то есть у вас, наверное, есть, может быть, какие-то кредитные карточки беспроцентные, у вас есть запас денежек какой-то, дома, наверное, у вас запасики продуктов всегда есть, лекарств, да, вот, особенно по деле, да, может быть, лекарств в запасе есть, какая-то информация, травки какие-то есть, еще что-то есть, в общем, как будто бы, если в одном месте что-то случится непредвиденное, у меня всегда есть запасик какой-то, на котором я могу вытянуть, или одно на другое заменить, в общем, ваши переживания просто, вашу жизнь более стабильной делают, но одновременно и более нервной, то есть вы начинаете действовать, закладывать стабильное будущее, взращиваете плоды, которые больше и больше вам стабильности будут давать, я думаю, вы всегда будете переживать, и всегда будете маску умного человека носить, никому не показывать эти свои переживания, и будут вас воспринимать ресурсно, ну, потому что вы и так ресурсно. Ну, вообще карта показывает, у вас просто очень хорошая интуиция, очень хорошая интуиция, связь с высшими силами, связь с вашим родом, естественно, за родных людей вы очень сильно будете переживать, но это родные, вот хоть вы треснете, естественно, если вы какой-то проект рожаете, он для вас до такой степени родным становится, что, конечно же, вы будете переживать, и у вас есть связь с энергоинформационным пространством, вы всегда можете найти ответы, если попросите ангелов хранить, или высшие силы вам помочь, или даже просто в энергоинформационное поле запрос сделать, а вот вы здесь ищите все время информацию, может быть, слушать кого-то начинаете, смотря о чем вы переживаете, если это, например, законодательством связанный проект, вы начинаете законы какие-то изучать, искать консультации какие-то, еще что-то, в общем, вы работаете с информацией, информация к вам все время приходит, или от предков, от родовых духов, или от высших сил, они вас ведут, ну, вы ресурсная, ну, что вам сказать, ну, будете вы всегда чувствовать, вы чувствовать будете заблаговременно, если что-то будет происходить в будущем, да, вот вы как предчувствуете, вот эта карта еще и сновидения, вы как предчувствуете, что может что-то случиться, да, и поэтому заранее готовитесь и нервничайте, вот есть такая история, ну, видимо, вот, ну, как-то так вам дано, вот чувствовать энергопотоки, чувствовать невидимое, и эта карта родных, переживать за родину очень сильно, за место, где вы родились, в общем, все, что дорого вашему сердцу, вы будете переживать, ну, вот такая сигнификация, я вообще пока не вижу никаких проблем, я вижу одну проблему, что вы переживаете очень сильно, что что-то не получится, не получится задумка, не получится выплатить кредит, не получится нормально вложить деньги, не получится, ну, я не знаю, дом свой построить, не знаю, да, что-то не получится, но я не вижу подтверждения этих переживаний, давайте будем спрашивать, как же высшие силы все-таки видят эту ситуацию, а у вас с высшими силами связь, давайте спросим, причина вот этой вот какой-то проблемной ситуации, для вас она кажется проблемной и нервной, ну, закрылись какие-то дороги, пути, тут реально что-то закрылось, это действие извне, а вы как бы предвидите обычно действие извне, и у вас уже был негативный опыт, видимо, вы что-то потеряли, дорога к чему-то закрылась, все, что-то потеряли в своей жизни, и, естественно, теперь начиная какую-то свою новую жизнь, новый проект, боитесь как бы снова не потерять, а вы прям предчувствуете, что что-то может случиться, но иногда ведь страхи надуманные, потому что вас в ресурсе показывают, ваши вообще страхи надуманные на данный момент, да, надуманные, потому что вы маг, вы можете дойти и сделать то, что вы планируете, но единственное, видите, вы каким-то новым путем идете, без чего-то или без кого-то уже в своей жизни, у вас новый путь, новый путь, это всегда что-то новое, а мы видим, что на что-то дороги закрылись, здесь может быть, допустим, поток денег закрылся, да, было больше денег, а мне раньше, вот я себя чувствовала в более сильном ресурсе, или я потеряла работу, дороги закрылись, схлопнулось что-то, человек мог умереть, да, уйти, разводы с родным человеком, я одна иду, вот здесь вот карта, я одна иду, ну, не обязательно одна, может кто-то вместе идет с кем-то, но что-то же прекратилось здесь, прекратилось, что-то закрылось, и это новое, вы как ребенок сейчас идете, то есть вы новый проект какой-то, может новую жизнь свою начинаете, но вы можете, вот прямым текстом высшие силы сказали, страхи надуманные, но это просто ваша природа, кубковые королевы, которые вы тщательно скрываете, вы всегда, ну, такая разумная, вы как мудрец такой, умные мысли, наверное, психологию очень хорошо знаете, потому что кубки это переживание эмоций, а мудрец он всегда узнает, что-то получает информацию, думаю, психологические какие-то техники и знания у вас есть, может быть кто-то на новом пути магии, эзотерики находится, да, то есть у вас все получится, но всегда на новом пути страшновато, без чего-то уже идти, ну, вам кажется, что какая-то несправедливость с вами произошла, и у нас тут из другой колоды прямо сами карты вылетели, хотят они мне показать, что это за несправедливость, вам было очень больно, вы пытались выстоять, ну, вот смотрите, повернулось колесо фортуны в какую-то не ту сторону, уж, я не знаю, да, болезненная ситуация, в которой вы дрались, выстоять пытались, вот она болевая точка в прошлом, как к какой-то мечте не пришли, в коллективе или в семье, тут сразу столько много карт, но что-то неожиданное произошло, нам тут просто карты выпали, да, показывают, вот она, эта болевая точка, и карты показывают, что вы были счастливы, да, счастливы, и долго хотели, вот поэтому счастью идти, планировали, вот что это долго будет крутиться, а тут что-то крутанулось в болевую сторону, видите, долго пытались выстоять, то есть прилагали все усилия, вот здесь вот все планеты, и Солнце, и Марс, и Сатурн, и Питер, и Луна, да, и вы с ними пытались сразиться, да, как будто бы все свои таланты применить, но вот это вот третье, влияние третьих факторов каких-то, что вы сейчас больше всего боитесь, что снова повлияют третьи факторы, вот там у нас треугольник выпал, да, третьи факторы какие-то, третьи лица, люди, которые не должны, да, влиять, в общем, здесь закрылась дорога на справедливость, вы чувствуете несправедливость какую-то, ну, у кого-то суды, может быть, начались прямым текстом, и вы, допустим, в семье не ожидали, что вот коллектив, в котором вы были счастливы, коллектив, это семья тогда, да, и как-то там к вам несправедливо отнесутся, или, ну, вот, закрылась дорога, вы перестали идти с человеком, это для вас было очень несправедливо, да, может, высшие силы забрали у него, путь закончился, да, у человека, да, вы здесь теперь одна, и это новый путь, вы учитесь, учитесь на новом пути, и опять нам карта показывает, постоянно собираете информацию, и у вас есть мечта, прямо мечта есть, чтобы снова пришла стабильность, чтобы стало снова комфортно, в общем, на новом пути где-то вы ощущаете дискомфорт, дискомфорт, хотя вы императрицу, но вы где-то себя чувствуете ребенком, я бы сказала, по-новому жить, я где-то шишки себе набиваю, но раз вы сами по себе ресурсная императрица, то сами себя вы исцелить однозначно можете, потому что карта мага на вас выпала, я могу все, я могу все, ну вот оно, это дерево, которое пообладали крысы, ну мне больше показывают ситуацию какую-то извне, да, какие-то непредвиденные обстоятельства, правда доход мог упасть, или вы с родового древа человека потеряли, да, ну там на родовое древо, потеряли кого-то оттуда, да, из-за этого, или здоровье, дерево еще здоровье пока, из-за того, что у кого-то сразу все вкупе случилось, да, и конечно же здесь вот дерево ночью, рост происходит медленный на данный момент, хотя вы на новом пути, да, получается скоро восход должен быть, но здесь все еще ночь, и кажется, что оно так медленно растет, и это страшно, вот прям ночью-то не видно, и ночью страхов много, а вдруг опять что-то случится, куда уже боли, да, вот вдруг я этих крыс не замечу этой ночью, они вообще меня пообдерут, да, это финансы, это родные люди, это мое здоровье, это мой какой-то рост, процветание, конечно здесь будет пугать, потому что луна, она всегда вызывает бурю эмоций, болевой момент, где вы идете, приходится себя, но козерог он немножечко такой, он очень трудолюбивый, очень умный, но часто козероги в аскезу входят, да, в аскезу, приходится где-то, видимо, себе в чем-то отказывать, и вот эта карта, кстати, тоже об этом говорит, что вроде бы все есть, и у меня продумано, что мне поможет на этом пути, вот что-то я туда сложила все-таки, да, в свои там баночки, в туиски, у кого-то это банковские счета, у кого-то это карточки какие-нибудь, да, вот что вам помогает выживать, но это все-таки ограничения, четверка, это всегда границы какие-то острые, вы знаете, если вы будете, допустим, расходовать вот то, что вы запаслись, возникнет острая ситуация, да, которую вы не сможете решить, вот в какой-то, вот как-то так, да, говорят, да, что есть определенные ограничения, на данный момент видят, да, но видят высшие силы, что вы маг, у вас буквально все есть, и с магией может быть связано, может быть, если вы впадете в эзотерику, или вы там, в ней уже находитесь, самопознанием занимаетесь, это еще сильнее вам поможет дойти до какого-то вот момента, на котором вы планировали, ну вот выйти во всяком случае из постоянных переживаний, потому что вам переживания больше всего проблем дают, вам меньше проблем дают финансы, чем ваши переживания, извините, отвлекли, давайте продолжим дальше, что же можно с этим сделать, ну и вот здесь у нас выпадает карта, что вы переживаете очень сильно, да, очень много информации изучаете, и уже устали от этого, ну что, так, здесь шанс, ну, карты говорят просто понять, что эти переживания необоснованные, что правда у вас есть информация, которая вам даст шанс заработать, получить то, что вы хотите, у вас правильные мысли, правильные идеи, вы абсолютно осознанный человек, который может добиться результата, ну просто без нервотрепки, вам просто нужно понять, или вы идете с нервотрепкой, и сливаете энергию свою постоянно, да, на это дело, или просто не переживать, делать то, что вы и так делаете, информации у вас много, правильных идей и мыслей у вас много, определенные ограничения не есть, и вы о них знаете, просто перестать переживать, потому что тогда у вас ваши действия меньше благоприятных последствий вам дают, то есть, как в пустоту некоторые действия получаются, знаете, вот когда человек нервничает, у него много лишних телодвижений, я бы так сказала, энергия сливается в пустоту иногда, а так, когда вы перестанете переживать, поймете, что вы реально много знаете, знаете о своей ситуации, вы четко можете просчитать расходы, доходы, да, допустим, просто берите каждый ежедневный шанс, вот, взять шанс, сделать дело, постепенно понимаю, что это у меня идет в копилочку для моего благосостояния, для моей комфортной зоны, и я попадаю в солнце, где у меня все есть, то есть, шаг за шагом вы дойдете к процветанию, или к благополучию в семейных отношениях, проще говоря, вот у нас так сказали, карты не нервничать, ну, давайте спросим, что тогда нельзя делать, взваливать на себя огромное количество дел только ради увеличения, увеличения заработка, брать только на себя ответственность, с перебором, когда вы ее уже не можете тянуть, вот вы слишком много на себя можете взваливать, потому что вы очень переживаете за свое детище, или за своих детей, за будущее, за какое-то, слишком много это тяжесть, чтобы другие были счастливы, знаете, как будто бы вы можете слишком много на себя навзвешивать ради других, подумайте о себе, здесь карты говорят, вот это нельзя делать, взять, вот смотрите, я одна сделаю за толпу людей, потому что я из-за них переживаю, да, то есть я из-за ребенка сделаю, из-за сотрудников сделаю, из-за того дядю сделаю, я все сама сделаю, это просто вам дает огромную тяжесть, еще плюс переживания постоянные, что вообще предпринять, рассуждайте по справедливости, рассуждайте по справедливости, кому можно помогать, кому не надо помогать, сколько я могу на себе вытянуть, сколько я на себе не вытяну, это перебор будет, в общем, по справедливости и постепенно труд, в который вы вкладываетесь, тот проект, в который вы вкладываетесь, Здесь ребёнок, детище здесь даст свои плоды, даст свои плоды, всё уложится по полочкам, и вы будете духовно наполнены, насыщены, вам будет хорошо, и мир восстановится, да, вот всё будет по полочкам. Допустим, если это семья, то семья постепенно, да, вот всё там уляжется, всё правильно станет. Вот, когда вы к себе справедливы, к своему труду справедливы, к другим справедливы, да, или это семейные какие-то отношения, или вы постепенно станете ещё и духовным учителем, допустим, да, вот постепенно развивая какое-то дело, свой какой-то проект, не торопясь, относясь к себе, ну, с уважением, я бы так сказала, да, то, возможно, здесь у вас, ну, вот придёте как раз к тому благополучию. Это как бы ещё и прогноз у нас на будущее. Прорыв произойдёт ровно тот через тяжёлый труд, опять же, да, и вы при этом всё равно будете заботиться о других, потому что здесь колесничий, всё равно он заботится о других, но он всю ответственность за других не берёт на себя, он не тянет целый паровоз, он самое важное что-то несёт, ведёт, другие люди тоже достигают цели важной какой-то, это сложный труд, да, но вы как раз получаете прорыв к своей цели, вот такое будущее, возрождение, то есть вернётся всё, что вы когда-то потеряли, что вы когда-то утратили. Вот где-то у вас дороги закрылись, это, может быть, уменьшился поток денег, ну, может быть, ушёл человек или ещё что-то, но какая разница, да, здесь прорыв происходит, идёт ваше возрождение, возвращаются люди, я не знаю, может быть, они совсем другие будут, возвращается ваша профессиональная какая-то деятельность, например, если кто-то развёлся и закрылись уже туда дороги, да, то здесь другой человек, да, входит и происходит прорыв, и опять вы в своём ресурсе, происходит полное возрождение, если это какая-то работа, в которой вы как профессионал участвуете, допустим, снизился доход, и вы все усилия прилагаете, решаете всё за всех, то нужно решать за себя и самые главные задачи, и постепенно вы придёте к тому моменту, когда опять доход поднимется, и настанет возрождение из прошлого, и вот это вот солнце будет светить, в общем, всё разложится по полочкам, здесь вот именно так карты говорят, ну, то есть путь обновления, он будет гораздо легче, по сердцу два старших аркана выпало, путь, новый путь обновления, вы уже как-то по-новому, без чего-то идёте, там на что-то закрылись дороги, но он будет радостный, да, вот, допустим, по сердцу будет, кто-то выплачивает ипотеку за дом, да, в форсейл, а кто-то любимого мужчину нашёл, и у них образуется семья, и она постепенно, этот лёгкий, лёгкий будет новый путь, только по сердцу, не когда я всё за всех решаю, всё тяну, до такой степени переживаю, да, вот придёте, придёте, и причём в радости, вот этот новый путь, он будет происходить всё время в радости, в общем, призыв любить себя новую, любить свою новую жизнь, да, она какая-то немножко в ограничениях, но это новый путь, в котором всё вернётся из прошлого, ваш ресурс вернётся из прошлого, причём ваш ресурс никуда и не девался, он никуда не девался, просто как-то вы идёте без чего-то уже, без чего-то, но попробуйте полюбить эту жизнь, по-новому, да, этот новый путь, полюбить, благодарю вас, что вы были сегодня со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, вам не сложно, мне будет очень-очень приятно, подписывайтесь на канал и до новых встреч!